Приветствую вас, и я внимательно прочитал ваше сообщение, ваш вопрос. Также я прочитал ответы коллег, но, правда, не все, конечно, ответы коллег я прочитал, но, тем не менее, я прочитал ответы коллег. И могу сказать, что, в принципе, ответ Лидии мне очень понравился, он действительно соответствует, наверное, тому, что есть, тому, что вам нужно делать. Пожалуй, только с одной небольшой разницей, с одним небольшим дополнением. Дело в том, что коллега Лидия, она попыталась охватить вообще все стороны вашей жизни. Она сделала это правильно, но я бы рисую предположить, что вы просто, вот как мужчина, да, не уверены в себе, в том, что вы не обеспечиваете девушку всем необходимым. Да, то есть, вот, то, что вы считаете для нее важным, то, что вы считаете необходимым своим, скажем так, долгом, как мужчина, обеспечивать девушку, вы этого не можете сделать. И из-за этого у вас возникают проблемы. А из-за этого вы испытываете неуверенность в себе. Давайте, для начала, скажем так, а если бы девушка была бы коричной, да, как вы говорите, что она бескоричная, но давайте просто представим, что она все-таки коричная. Коричная, с вами она встречается исключительно только из-за денег, да, и, собственно, она бы в этом случае с вами бы уже, скорее всего, просто-напросто перестала бы как-то взаимодействовать. Она бы уже давным-давно с вами бы рассталась, она уже давным-давно вас бы бросила. И, собственно говоря, этот момент вам нужно обязательно учитывать для себя. То, что ваша девушка принимает вас на данный момент таким, какой вы есть. И ей не нужно, чтобы вы больше делали того, что вы делаете сейчас. Потому что, в большей видимости, она прекрасно понимает, отдает себе отсчет в том, что вы делаете то, что можете. И если бы для нее имело бы существенное значение вот то, что у вас нет денег, да, то она бы, скорее всего, все-таки с вами бы не была бы. Значит, она любит вас за что-то другое, значит, она уважает вас и ценит не за денежные средства, а за другие вещи. Но, если вы планируете с этой девушкой серьезные отношения, то вам нужно обязательно поделиться с ней своей ситуацией. То есть, просто рассказать ей, как оставить ваши дела, но подать это не как будто вы нуждаетесь в жалости, да, в какой-то там поддержке и так далее. А подать это нужно все-таки так, как будто вы воспринимаете это совершенно спокойно, совершенно нормально. И понимаете, что это просто такие вот условия, такие вот сейчас, как бы у вас обстоятельства, с этим ничего не поделать. Но вы точно знаете, что со временем ситуация изменится, она станет лучше, и тогда у вас будет возможность больше проводить времени с девушкой, с своей девушкой. То есть, кризис, он пройдет. Кризис, он минует. И вот за время, пока у вас сейчас кризис, вы просто не можете себе позволить чего-то, чего бы вы хотели, например, себе позволить. Другой важный момент, что, видите ли, что вот реально может девушке не понравиться. Реально, девушке может не понравиться только то, что вы до сих пор, например, помогаете своей маме, что мама как бы тянет с вас средства. Вот тут вот, как сказала моя коллега, ваша мама, в принципе, делает это неправильно. То есть, я понимаю, что вы ей помогаете, но, девушка, вот этот момент, а также то, что вы приезжаете к своей маме жить, может воспринять негативно. И поэтому вот это, как раз таки, не денежные средства, да, а именно это, вам нужно будет как-то решить. Возможно, если у вас отношения с девушкой близкие, достаточно близкие, то, возможно, она могла бы предложить вам, скажем, пожить у нее, например. Возможно, она бы могла как-то еще вам помочь. Говоря о помочь, я имею в виду здесь, конечно же, вот как-то облегчить, облегчить вашу ситуацию. Соба, то есть, сделать ее немножко более приемлемым. То есть, вам нужно включить активное, активное, как бы, вовлечение своей девушке в вашу жизнь. А сейчас вы, как бы, пытаетесь ее оградить от этого. Вот это, то, что вы делаете, пытаясь ее оградить, приведет только к непониманию и к тому, что отношения ваши могут закончиться. Понимаете? А дело здесь все в том, чтобы вы сами для себя решили, что если вы девушку встречаетесь, она разделяет ваши, как бы, невзгоды, она разделяет ваши трудности, просто потому что трудности это нормально в нашем мире. И нет ничего сверхстранного и сверхнеобычного в том, что у вас сейчас, например, не самые лучшие времена. Но девушка, ну, она видит, что вы стараетесь, что вы стремитесь как-то ситуацию исправить, поправить ее. Если девушка будет это видеть, то проблем никаких, я думаю, не будет с тем, чтобы она вас принимала. Потому что она будет знать, что вы осознаете неправильность ситуации, которая, ну, у вас сейчас есть, осознаете ее. И она будет знать, что вы, понимая, как бы, ну, неприятность этой ситуации, делаете все, что от вас зависит, либо только от ситуации поправить. То есть, важно, важно именно что, чтобы девушка видела, что вы и правда стремитесь, что вы и правда стараетесь, что вы и правда хотите. Вот это очень важно. Если девушка, как бы, понимаете, девушки существа практичны. И они смотрят не на то, что есть у мужчины сейчас. Они смотрят на то, что у мужчины будет потом. Может быть, у мужчин. И вот если как раз таки вы сделаете так, чтобы девушка видела, что вы готовы делать, готовы стараться, готовы стремиться, готовы развиваться, готовы устраивать как-то вашу жизнь. Ну, имеется в виду, вашу жизнь с ней, да, то есть, совместную жизнь. То вот в этом-то случае все у вас будет нормально. Отсюда несложно, я надеюсь, сделать вывод, что самое главное, что вам нужно, это просто показать свой настрой девушке. Показать, что вы готовы прикладывать все усилия. Если этот момент у вас будет, то других, как бы, ну, других моментов, других проблем не возникнет совершенно. И девушке этого будет, в принципе, вполне достаточно. Что вы просто старайтесь, просто стремитесь. И все. Для девушки главный прогресс, главное развитие. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Обязательно прислушайтесь к... Домой, что написала вам Лидия. Она очень правильно все написала, очень верно все написала. Обязательно прислушайтесь к ней. И вот этот момент тоже учтите. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.